На очередном заседании Совета городского округа Динар Халилов взял слово. Повод более чем актуальный. Глава администрации города сакцентировал общее внимание на том, как пункты послания президента Путина отразятся на жизни нашего города и горожан. Послание само по себе, вы видите, оно очень даже необычное, даже могу сказать, оно категоричное. И те пункты, реализация которых оно предлагает, оно должно дать реакцию обществе такой же категоричной, как и сами средства, направляемые на реализацию этих пунктов. Практически можно сказать, что в этом послании сегодня заложена программа социального обновления нашего общества. Самое важное, о чем мы должны говорить, это те блоки посланий, которые содержат основные меры в социальной политике, в экономической политике и в общественном развитии нашей страны. Причем надо прямо говорить о том, что признаны такие важнейшие проблемы нашего общества, как снижение уровня жизни населения. И большая проблема демографическая, которая, безусловно, является главным посылом в этих тезисах. Важнейший вопрос – демография. В стране должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения. В Салавате, к сожалению, с 2015-2016 года наметилась неблагоприятная тенденция. Это подкрепляется еще и миграционной выгодой. Почти полтора тысячи человек мы ежегодно убавляемся. И в Салавате по медицинским, скажем, основным аналитическим показателям очень серьезно выросла смертность в кардиологической службе и в новообразовании. Поэтому многие вопросы, которые касаются, прежде всего, поддержки медицины, здравоохранения, социального блока, которые звучат по словам Владимира Владимировича, они очень важны для города Салавата. В нашем городе нет дефицита мест в детских садах. Однако есть проблема отсутствия садов в пешей доступности. Ясли для малышей от двух месяцев до двух лет. В Салавате готовы к возврату некогда перепрофилированные здания детских садов. На Калинина 8 и Ленина 32. При этом мы вернем территориальную доступность для тех микрорайонов, где люди вынуждены своих детей возить на несколько лапанов в садик. Но понятно, что это решает вопросы в том числе и семьи, и молодой семьи, и матерей, и трудовой занятости и так далее. Поэтому сегодня одним из задающих вопросов для нас является решение вопросов по реконструкции этих двух садиков. Буквально 1 февраля, до Гуси Карл Зависакировича, вы его знаете, депутат Государства Думы Российской Федерации, мы с ним договорились вместе с вице-премьером Игорева. Вот у нас мы проедемся по этим садикам, определим необходимые меры, сроки и финансовые средства, необходимые для возврата их в функционал детских садиков. И это значительно дешевле. Это не 200 миллионов на строительство нового садика, это 50-60 миллионов для того, чтобы вернуть его и приспособить в полной форме для того, чтобы он функционал детский садик. 70-80% семей в России с низкими доходами, и это семьи с детьми. С января нынешнего года семьи с детьми станут получать дополнительно от государства финансовую помощь на каждого ребенка от 3 до 7 лет. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного поражительного минимума на человека. Нужно сделать эту процедуру максимально удобной, простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей, преград или дистанционно, что это соответствует через государственный портал, в том числе и нашей службы МФЦ. Это достаточно большой объем работы, мы его должны проделать так, чтобы люди не стояли в очередях и не устраивали там периодикатическую высокую новую историю. Выплата на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет на первом этапе составит половину поражительного минимума – 5,5 тысяч рублей. При необходимости система будет пересмотрена. Со следующего года будет предусмотрена выплата в полном объеме прожиточного минимума – более 11 тысяч рублей. В 2021 году будет внедрен механизм социального контракта во всех субъектах Российской Федерации. Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. Его станут выдавать уже при рождении первого ребенка. На второго ребенка плюс еще 150 тысяч и помощь почти в полмиллиона на ипотеку при появлении на свет третьего малыша. Я считаю, что, конечно же, это без прецедента, это очень большие потраты, но, тем не менее, до нашего города Салавата это очень действенное время. Отдельная статья президентского послания «Школьное питание». У нас в Салавате охват горячим школьным питанием составляет 88%. Из них 616 детей с ограниченными возможностями здоровья, 66 детей-инвалидов, 29 детей, находящихся в социально опасном положении, питаются в школах абсолютно бесплатно. Причем у нас в регионе Ради Фарича об этом уже говорил, 16-го числа он собрал конференцию, видеоконференцию с 1 сентября этого года. Мы оценили свои возможности, в принципе, по городу Салавата это возможно. Техническая способность у нас есть, нам нужно сейчас в финансовом отношении некоторые скоординировать действия, потому что есть школы, в которых питание чуть дороже, в которых нет, пониже, но нужно, чтобы оно было одинаково для всех с первой по четвертой класса бесплатно. С нового учебного года на классное руководство учителя станут получать доплату от 5000 рублей. Особое внимание на материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования и отладку систем скоростного интернета. Все школы в 21-м году должны иметь высокоскоростной доступ в интернете, все без исключения школы. Особую помощь предполагается привести в порядок для занятий в школах музыкой, живоприятию, другими видами творчества. У нас тоже есть в художественной школе проблемы, и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования попадает под этот пункт. В середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны. То есть, речь идет о том, чтобы профессиональная переподготовка наших молодых, в частности, и других, она должна заниматься системным характером. Салават испытывает колоссальные трудности в вопросах здравоохранения, а именно дефициты врачебных кадров. Реально, надо признать, 55% укомплектованности врачами в первичном звене. Это и в первой, и в второй взрослой, и в детской. У нас не хватает, категорически не хватает педиатров и терапевтов. И, хуже того, у нас еще не хватает узких специалистов. И вот сегодня элементарный офтальмолог, эндокринолог, невролог, окулист, офтальмолог. Это такие простейшие, вроде бы, потребности, мы в Салавате не можем решать, потому что этих специалистов нет. Вот в этом году два офтальмолога разом уволнились, и у нас город остался просто без окулистов, скажем, детских. Поэтому о подготовке таких людей мы сейчас готовим, мы с университетами договорились, но нас все равно занимают определенные периоды, агнатуры и так далее. И привлечь их ничем особо-то невозможно, но привлекать материальные блага. Естественно, мы вот в городе свою программу разработали, приняли с июля месяца работы программы охраны и здоровья населения, согласно которой всем, вновь прибывшим врачам, при необходимости, не с Салаватским мы решаем вопрос уже нет. Действительно, со служебными квартирами все неплохо, мы их предоставили. Газпромный стихий Салават выделяет ежегодно 13 миллионов рублей на поддержку материальную молодых специалистов, которые приезжают в наш город. Вашим решением, я напоминаю, мы определили стипендии для студентов и ординаторов, которые сегодня учатся на 5-6 курсах в медицинских университетах страны, в любом, и готовы приехать сюда. Они получают ежемесячно на отбавку 10 тысяч рублей к стипенде. Но по условиям, что потом они приезжают с Салаватой отрабатывать. Это в некоторой степени повлияло. Мы около 10 специалистов выросли за этот год. И в терапевтическом, и в педиатрическом, но это все равно мало. Нам не хватает порядка 50. Мы эту историю в этом году еще поправим. Она тоже будет у нас уже сейчас системно мы и с медуниверситетом отработали, кто будет выпускаться, и с Оренбургским тоже медуниверситетом. Но, тем не менее, вот те меры, которые сегодня предпринимаются на уровне страны, они более, намного более масштабные и финансово емкие. И с их помощью придет, наверное, возможность модернизации первичного здравоохранения. Это дает возможность отремонтировать, оборудовать новые техники, поликлиники, станции скорой медицинской помощи. Станция скорой медицинской помощи у нас тоже, в принципе, неплохо модернизирована за последние два года. Ей практически передвижной состав коррект скорой помощи обновлен. У нас самая старая машина, по-моему, Пежо, класса Б, 16-го года, что ли она. Ну, а все остальные новые. А вот сама станция, может быть, кто был, видел, да, само помещение, где врачи, скажем так, живут, выезжают оттуда. Да, оно, конечно, просто удручающее состояние сегодня имеет. И саму станцию мы будем стараться с помощью, в том числе и этих пунктов, максимально в ближайшее время привести в нормальное состояние. В России постепенно будет создана система мониторинга качества воздуха, воды и почвы. И это особенно актуально для нашего промышленного города. Ну, вот в этом пункте у нас есть уже достижение определенное. Газпровид Секем Салават совместно с администрацией города и с министерством экологии сегодня реализуют проект. У нас первая станция Аскеза называется, знаете, да, генетическая станция забора контроля, завознение атмосферы за Кривическим музеем определена. Сегодня проект отработан, экспертиза прошла. Буквально на следующей неделе я поеду в Москву, там есть опыт, департамент экологии Москвы. Они эту систему внедрили давно, у них есть общая система контроля на всей территории города. И вот с представителями министерства экологии мы на следующей неделе поедем, заберем эту систему, не будем ничего изобретать и проплатим уже монтаж первой станции. Я думаю, что мы к лету должны постараться, ну, максимум к осени. Там достаточно большой, серьезный объект полностью комплектуется, там есть из импортной детали, есть возможность импортозамещения, поэтому Москву кое-что может помочь, но порядка 4-6 месяцев нужно было то, чтобы его запустить. И длинно запустить, надо еще его аттестовать и вывести в министерство экологии, так, чтобы на сайте министерства с экологией появился окошечко, которое будет постоянно онлайн показывать состояние атмосферы города Слава. Тем более, что отдельным пунктом, здесь еще вторым пунктом, звучит следующее в послании Владимира Владимировича Путина. До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вылета в образ. Это тоже история для наших «Газпромов», поэтому они тоже в этой истории вместе с нами идут, и я думаю, что мы результаты населению сможем с вами представить. Даже если это будут первые шаги, но это будут первые шаги, которые того ждет население. Мы это покажем. Мнение людей, наших граждан, народа, как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Сильную, благополучную, современную Россию мы можем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа. Это цитата из послания президента нашей страны. В Конституции будет закреплена одна из важнейших мер. Минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера проживающего минимума способа населения. Это вот как раз с чего я начал. Это честная бедность, которую мы должны суметь, скажем, обойти. И в стране этот вопрос сегодня является приоритетом. Как и сказал президент страны, эти меры пройдут обязательно в церемонию процедуры голосования. Мы тоже в городе, я пока не могу сказать про форме, но мы ее обязательно организуем. И в течение этого года у нас пройдет еще и общегородного обсуждения голосования этих пунктов. Субтитры создавал DimaTorzok